Всем большой привет! Меня зовут Олеся. Рада видеть вас на своем канале. Давайте сегодня приготовим шоколадный, нежный, воздушный кекс с яблоками. Для меня такое сочетание раньше было необычным. Надеюсь, для вас тоже. И вы с удовольствием приготовите и попробуете. Что нужно для приготовления? Берем 4 яйца и разделяем их на желтки и белки. Я уже это сделала. В одной миске у меня 4 белка, в другой миске у меня 4 желтка. Также нам потребуется 100 г сахара, 3 столовые ложки какао, это ровно 20 г, 120 г муки, 100 г шоколада, у меня темный, 2 столовые ложки горячей воды, не кипятка, но достаточно горячей, градусов 60-70, и чайная ложечка разрыхлителя. Также потребуется щепотка соли и, собственно говоря, яблоки. Первым делом берем 4 белка, добавляем к ним щепотку соли и хорошо взбиваем до устойчивых пиков. Начинаем на низком обороте, постепенно добавляем. Взбиваем до устойчивого пика, но сильно тоже не усердствуем. Как только белки стали плотные, можем перевернуть миску, ничего не стекает, сразу прекращаем взбивание. У меня миксер мощностью 365 Вт занимает примерно полторы минуты. Теперь берем 4 желтка, добавляем 100 г сахара и 2 столовые ложки горячей воды. И хорошо взбиваем до побеления. Желтки взбиваем тоже с сахаром и горячей водой очень тщательно. Масса должна увеличиться в объеме и побелеть. Взбитым желткам добавляем какао 20 г, 3 столовые ложки. Какао обязательно просеиваем, потому что там всегда есть комочки. Вот видите, добавляем чайную ложечку разрыхлителя. И просеем 120 г муки. Перемешаем все миксером. Долго перемешивать не нужно, просто до однородности. Отставим пока в сторонку. И подготовим яблоки. Яблок нужно 3 средних яблока. У меня вот такие они разнокалиберные, домашние. Поэтому я беру 5 штук. По весу в неочищенном виде 520 г. Яблоки очищаем и натираем на крупной терке. Яблоки натерты, готовы. В чистом виде вес получается у меня 340 г. Вернемся к нашему шоколадному тесту. Пройдемся еще раз лопаткой и будем добавлять белки. Добавляем взбитый белок по 2-3 столовые ложки. И перемешиваем. По сути это бисквитное тесто с яблоком. Движениями снизу вверх вмешиваем взбитый белок. Вмешали одну порцию, добавляем следующую. Как бы приподнимаем тесто и заворачиваем в тесто белок. Чтобы сильно его не осадить. После того как вмешали весь белок, добавляем яблоки. Просто слегка перемешиваем. Нежно перемешиваем, равномерно распределяя яблоки по тесту. И выливаем тесто в форму. Форму я уже подготовила. Смазала маслом и присыпала мукой. Сделала так называемую французскую рубашку. Форма у меня диаметром 26 см. Выливаем тесто. Можно слегка покрутить форму по своей оси. И ставим кекс в духовку. Выпекаем. Выпекался у меня бисквит ровно 45 минут. Ориентируйтесь 40-45 минут. Но как всегда проверяйте на сухую палочку. После того как кекс постоит в форме примерно минут 7-10, он сам отойдет от стенок формы. И можно выложить на решетку для того, чтобы охладить. Можно оставить кекс в таком виде, либо присыпать просто сахарной пудрой вверх. Я возьму еще 100 грамм шоколада. Растоплю его. Когда мне нужно растопить шоколад, ложечку растительного масла. Он тогда становится более глянцевый, более блестящий. Я добавляю ложечку растительного масла. И ставлю в микроволновку импульсами по 15-20 секунд. Мне в моей микроволновке потребовалось 2 раза по 20 секунд. И третий раз 10 секунд. После каждого раза вынимаем из микроволновки и перемешиваем. И остатки уже разойдутся шоколада в горячей. Горячая будет тарелка, горячая будет миска. Разойдутся уже сами при перемешивании. Главное не перегреть его. Но, как я уже сказала, масло добавлять не обязательно. Можно растопить просто один чистый шоколад. Я люблю добавить. Кекс уже охладился. Я просто поставлю решетку на форму, в которой он выпекался. Чтобы не стекал шоколад на стол. И нанесу растопленный шоколад на кекс. Направить слегка, чтобы сделать красивые живописные подтюки. Все, кекс готов. Осталось дождаться, пока шоколад застынет. Я не буду дождаться, пока шоколад полностью застынет. Потому, что хочется все-таки показать разрез при дневном освещении. Сейчас с этим переводом времени так быстро темнеет. Давайте посмотрим разрез этого кекса. Он получается очень-очень нежный, воздушный, сочный. Яблоко в нем практически не видится. Но на самом деле дает вот эту вот сочность и свой вкус. Очень необычное сочетание яблоко, какао, шоколад. Приготовьте, попробуйте. Я думаю, вам тоже понравится. Или, по крайней мере, попробуйте необычное такое сочетание вкусов. Всем вкусного яблочного шоколадного кекса или бисквита. Назовите, как хотите. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok